Приветствую вас Александр. Я бы начал свой ответ с того, что у меня такое чувство, что вам сложно отказать, вам тяжело отказать, тяжело отказать, нет. Вот, и мне кажется, что все, что вы в своей жизни делаете, вы делаете по необходимости. Так мне кажется, будет сделано. Ты должен, на тебе ответственность, на тебе то-то, на тебе то-то, на тебе то-то, на тебе то-то. Смотрите. Есть интересный, на мой взгляд, индикатор. Вы начинаете с того, что называете свой возраст, вам 28 лет. Дальше вы говорите, что я имею жену и двое детей. Вот. То есть вы характеризуете себя возрастом, женой, двумя детьми, дальше вы говорите, что у меня свой бизнес, и это на последнем месте. Момент в том, что ни ваш возраст, ни жена, и ни дети, и даже не бизнес, в меньшей степени, не характеризуют вас. Вас характеризуют скорее вы сами. А про себя вы ничего не говорите. Я бы сказал, что ванна – это то место, где вам не нужно напрягаться, чтобы выставлять личные границы между вами и другими людьми. Мне кажется, что ванна – это то место, где вы не прикладываете усилий для того, чтобы себя защищать. Вас защищают естественные, ну, естественные вещи такие как, ну, все стены, двери и так далее. А вот самому вам говорить, например, нет своим близким, говорить хочу, не хочу своим близким – сложно. Тяжело. Проблематично. Вот мне кажется, что начинать нужно с этого. Что происходит, когда вы находитесь с людьми? Что происходит, когда вы находитесь с детьми? Что происходит, когда вы находитесь с женой? Уж не то ли случайно происходит, что вы когда находитесь с женой или с детьми, допустим, чувствуете, что должны, вот вы говорите, что вроде как семья, и уехать не могу. Так в том-то и дело. Что? Семья вроде как, то есть она не существует, да, она вроде как, я вас не хочу обвинять сейчас, ни в коем случае, просто говорю о том, что вы как будто себя заставляете быть в семье, понимаете, какая штука. И мне не кажется это чем-то хорошим, чем-то позитивным для вас, я имею ввиду, да. Вот, поэтому тут вот надо бы обратить внимание на вот эти вещи, то есть на то, вот как вы себя чувствуете с женой и с детьми. Потому что если вы себя чувствуете с ними, ну, зажатая как-то, если вы себя с ними чувствуете, эм... Ну, как-то вот, что вы должны, если вы себя ощущаете, так что вы обязаны, к примеру, да? То это, ну, мягко говоря, совсем не до как устраиваются отношения между людьми счастливыми. Вот, и, как верно заметил Макс Лейка, если вы, если вы несчастливы, то ваши близкие счастливы не будут тоже, да. Ну, это нормально, совершенно, да. Ну, это естественно, это естественно, это нормально. Вот, поэтому, тут, эм, как бы, такая штука, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, эм, ну, как мне кажется, конечно, это, эм, эм, лишь, такая, знаете, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что, мне кажется, что это у вас такая вот системная позиция в отношениях. Это именно системная позиция. И вы выбираете так действовать по жизни, я бы так сказал. Здесь, конечно, есть, ну вот, такая трудность. Так что, мне кажется, что излишне чрезмерные требования к себе. Привели к тому, что вы потеряли всякий вкус к своей жизни. Вот, и можете быть собой только в полном объединении. Я не могу не согласиться с коллегой, что у вас может быть действительно депрессия. Вот, но это нужно подтвердить. И да, правильно. То есть, ну, так, никто не знает. Вот, поэтому, нужно будет этот момент поисследовать вам точно более подробно. Вот. Понимаете? И опять же, как, наверное, справедливо заметил мой коллега, на мой взгляд, вы не описываете, как пришли к этому состоянию, как вернулись к этому состоянию. Вот, как вы оказались в этом состоянии. То есть, вы описываете уже что-то случивше сам, но не описываете контекст. Понимаете, да? Вот. А контекст очень важен, на самом деле. Вот. Очень важно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, ну, какой контекст того, что приходит. У вас этого сделать не получается, но данный момент. Вот. Такой вот ответ. То есть, у меня нет ощущения, да? У меня нет такого ощущения, что вы, например, любите своих детей. У меня нет ощущения, что вы любите свою жену. У меня нет такого ощущения. У меня нет, не понимаете, да? Вот. То есть, такое ощущение, что вам семья и понщенно нужна была. чего то, то есть ну вам семья была нужна для чего то, зачем то вот. Вообще не понятно, потому что надо, не потому что вы так хотели, а потому что надо, вам так казалось, что это надо. Ну и к этому если я полагаю, но только бы вы это слышали, а с собой, с собой вы не стали. Понимаете, да? Вот, с собой вы не смогли остаться на семье. Вот. Вероятно это связано в какой-то степени с тем, что вы с собой не были никогда, или вам просто в принципе тяжело быть с собой, у вас не получается быть с собой, вы испытываете, ну, сложности с тем, чтобы быть с собой. Вот. Если вы понимаете, что я имею ввиду, конечно. И на мой взгляд это достаточно серьезно. То есть вас подавляет и мучает в какой-то степени именно это. То есть что вы не умеете, не можете быть с собой, а как бы, ну, что вашу психологическую реальность по мне и другие люди. Вот. По факту. Но я подсказал, что это, знаете, очень болезненно и очень тяжело. Вот. И я не удивлен, что вы реагируете вот так. Потому что это действительно ужасно, это действительно трудно, это действительно очень тяжело. Вот. Поэтому вам, мне кажется, нужна помощь. Вот. В том, чтобы, чтобы учиться к себе прислушиваться, прислушиваться, чтобы учиться себя ощущать, чтобы учиться ограждать себя от других людей на повыше, то вам не нужно. Вот. Если говорить о книге, которую я рекомендовал бы почитать, то эта книга называется «Барьеры». Написал её человек по фамилии Тарсенд. Вот. Ага. Вы могли бы эту книгу изучить. Вот. Вы могли бы, ну, поисследовать эту книгу. И, возможно, она вам дала бы некую информацию, да? К размышлению. Вот. Ага. И вы бы, эм, смогли для себя, э, что-то новое. Понять, почувствовать и так далее. Вот. Мне кажется, примерно так я бы вам ответил. Ну, здесь вот, по крайней мере, э, в этом, в том, что вы описываете. Вот. Вот. Ага. Вот. Такой ответ я могу вам дать. После, 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 после прочтения, э, книги я бы рекомендовал вам, эм, психотерапию. Вот. Я бы рекомендовал вам, психотерапию. Я бы рекомендовал вам, индивидуальную работу. Вот, понимаем? Так, ну, так можно и семью разрушить. Вот. И отношения, я не думаю, что это точно. Чего вы для себя бы хотели. Вот. Вот. Поэтому, э, я понимаю, что вам, э, тяжело? Вот. Вот. Ага. Сейчас. Я понимаю, понимал, что вам тяжело, больно, может быть. Вот. Ну, тем не менее. Нужно, нужно, нужно поработать. Вот. На этом все. А, я надеюсь, что, мой ответ, э, был, вам полезен. Я надеюсь, что, вы для себя, эм, ну, откроете что-то новое. Надеюсь, что вы для себя увидите что-то новое. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вам это было, прям, полезно. Вот. Очень надеюсь, что, ну, какой-то результат от того, что, э, я вам, э, ну, вот, э, когда будет, ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы так было. Вот. На этом все. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Будем на свет обращаться. Спасибо.